СТОК? И сейчас, последний раз. СТОК? Всем привет, ребята, и это четвёртое... Да, бжи? Всем привет, ребята, и это четвёртое часть влога. Сейчас мы находимся в Уссолье, и мы уже выезжаем в Черемхово. Кстати, что там по Черемхово, посадите в машину, вам расскажу. Йоу, ребят, мы уже в Черемхово. Короче, перед выездом с Черемховым мы сняли небольшой ролик для соцсетей. Сейчас я вам просто его вставлю, и вы всё сами поймёте. СТО? Тур по городам отменяется? Что, реально? Нереально, сейчас расскажу. Итак, звонят мне утром по телефону. Алло, это Прокопьев? Да. Это администрация Черемхова беспокоит. Видели, что вам отказали в мероприятии? Не видела, почему? У нас в этот день праздник. А в другой месте можно? Нет. А в другое время? Нет. А на другой планете? Нет. Ну а в другой день? Нет, у нас весь август праздники. Давайте я вам перезвоню. В итоге никто не перезвонил. Но так как тур запланирован заранее, и в каждом городе мы снимаем влоги, то мы все равно приедем, и 21 августа будем у вас. А где точно? Смотрите в ТГ. Ну, как-то так. Сходки не будет, но мы будем гулять по городу, будем снимать, где мы. Подписоты будут подбегать, будем разговаривать, общаться, фотаться. Может, какие-то видосы поснимаем. А может, подписоты будет настолько много, что... Что сходка, и нас повяжут. Короче, будет очень интересно. Приятного просмотра. Короче, подъезжаем. Раз уже встречают. Поехали! Ребята, под колеса, под колеса. Нормально, да, король. Нормально, да. Без сходки, да? Без сходки. Мы просто гуляем. Что я сейчас полиции ему скажу? А вам просто средний спугулять? Да. Короче, ну это же есть полная. Сейчас надо ковну надеять. Аккуратненько, аккуратненько. Есть такое чувство, что очень скоро бреет болица. Ой. Йо, ребят, всем привет. Короче, сейчас мы поедем на озеро. Погуляем там минут 30. Потом поедем уже в Саянск. Короче, мы вчера с Никитой поборолись, повздорили чуть-чуть. Тут уже какая-то новая сходка намечается. Вот сколько людей пришло. Прикольно. В общем, второй день в Черемхово. Вчера была сходка, пошла она. Ну как сходка там, с этим моментиком. Пошла она отлично. Проснулись в 12 часов, съехали с квартиры. И подъехали на площадь просто. Ну, как бы то, еще раз посмотреть, что есть у кого. Сразу чуть народу прибежало. Вот. А так в целом, в целом. Мы сейчас едем в Саянск. У меня есть хороший друг в Саянске. Как будто нас там уже ждут. Как обычно, мы не знаем, что дальше. А вы уже знаете. Я на монтаже уже знаю. И будет прикольно. Переход через голову. Ну вот, получилась еще одна мини-сходка. Задействуем. Собрали людей. Круто. Круто. Сейчас уже поедем в Саянск. Мы только проснулись, поэтому еще немножечко не соображаем. Спали мы не в машине. У нас была квартира. Она была такая себе квартирка. Но лучше, чем в машине. Просто другую мы не нашли. Искать было вторую уже лень на следующий день. И мы просто два дня в этой квартире. Так. Значит. Коля попросил сделать переход от карты. Там. В Черемхово. Саянск. Так как мне за CG они заплатили. Дело ваше. Саянск. Значит. Вот. Отсюда они поехали. Отсюда. Вот так. Вот так. Вот сюда. Вставка есть. Значит. Не знаю какой переход сделать. Короче. Там следующий кадр должен быть. Здесь. Ну. Как-то вот. Всем привет. Познакомьтесь. Это Никита. Мы с ним познакомились в Иркутске. Но он живет сам в Саянске. И мы как получается приехали к нему в город. И он говорит, что он здесь крыша. И он здесь может все всем проскать, показать. И вот сейчас мы похаваем шауху. Вот в этом замечательном. Вкусная итальянская пицца. Оригинальное название. Ну. Я-то хочу тебе показать прям закоулки окраина. То есть типа дворовую жизнь. Да. То есть мы сначала съездим, посмотрим нормальную жизнь. Типа парк там. Парк, фонтан. Там городская горка. Потом Рябинушка, 2Б. 66-я общага. Все. Подписчики Саянска лайк. Да, да, да. Лайк просто. Да, кричо это вообще залайкают. Особенно если ТикТок заснимем какой-нибудь там крутой. Все. Уже считаем в интернетах. Уже в телеке, мама. Все круто. Так, и куда мы сейчас едем? Мы едем на фонтан. Это центр Саянска. Сити. Там Рябинушка. Это на фонтане мы сейчас заснимем. Что? Получается, приехали мы на первое место в данной нашей экскурсии. Это фонтан. Ну, я не знаю. Но фонтан это такое место, где типа нет ничего интересного, ничего не происходит. Здесь просто гуляют дети и все. Я правильно понимаю? То есть есть места, где что-то всегда что-то происходит. Да, и вот скоро это будет. Если мы приезжаем, и там ничего не происходит, то будет не очень. Получается, я пиздаю. Это праздник, это пати. Здесь даже на самом деле нет никого. Вообще никого нет. Может, кстати, да, дальше будет. Там дальше фонтанчик. Там дети любят купаться. Ходить, бегать туда-сюда. Типа, да. И вот, и там вот тоже теннисные столы. Там тоже сидят дети, но они почему-то нет. Вообще нет никого. Ты приехал вообще не в удачный момент почему-то. Да, наоборот, удачный момент. Посмотрим спокойно. А завтра уже пусть узнают, пусть подходят. Да. И что, ты так всегда под камерой живешь? Нет, это сейчас просто я влоги снимаю. На YouTube? Да. Ой, ты что, реально мама в YouTube? Да. Подпишусь на канал, поставлю лайки. Буду самым главным фанатом. И выставьте. Смотри, куда? В левый глаз. Смотри. В левом глазу, вот, смотрю. Я КМС по тяжелой клетке. На счет три. Да что ты бодаешь? Давай, давай, давай. Ха, мак. Я же... С кем ты бодаешь? Ты же старый. Это бы мои слова много. А что ты двигаешь? Только вы только двигаете. Я не двигаюсь. Окей, давай локти там держим. Стоять, давай отдохнем. Я вообще левые руки, левша. Тебе пип, пип, пип. Пип, пип. Нет, нет, нет. С какими всеми чемчут? Нет, нет. Что ты платишь? Я левша. Слезы есть? Я есть слезы? Смотри, я КМС по тяжелой клетке. Я в Ангарске. С Ангарске. Смотрите, давайте на камеру, чтобы я специально выиграл. В смысле? Ну, чтобы специально подыграете. Чуть-чуть. Нет, честно. Ты мне долго заплатишь, нет? А, вы вот так заденете. Я вам сигарету задену. Задените, да. Да что ты? Куда ледешь? Дыга, дыга, дыга. А что лохоти-то поделать? А ты лохи? А ты что за лохоти-то? Ты целый. Давай так. Че ешь? Ты это... Будешь отжиматься. На одной руке 10 раз. Мне 62 года, а тебе сколько? Все, давайте. А, что ты фарик? Лук, ты ешь. Ну ты ешь. Ребята, сексируй. Давай. Да ну так же нечисто. Да все уже, дыхание. Проиграли все. Помощь дала. Это не тесно. Это не тесно. Да лапа. Не лапа, а руку. Пожалуйста. Давай еще. Не, а он молодец. Он всегда зажимает. Он какой-то... Жадный, без жадюга. Смотри. Смотри. Я тут схватил. Это... Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, а это схватил. Давай, ледник. Ты эту руку... Что я тебе трясу-то? Мы сейчас будем с тобой отжиматься на одну руке. Понял? Вы так сильно хотите? Да. Я сказал. Я сказал, я сделаю. Понял? Ты кто? Ты меня забыл? А ты меня помнишь? Да, конечно. И что? Оператор с вами. Давай так. Призвицем, забиты, присядь. А я снимаю. Ты что, труси снимаете? Ты что, совсем с тобой? Сколько? 62 года. Да. Так что, 62 года вы трусы не снимаете? Так, это кто? Я дружок не буду. Да не, бро, борщич, борщич. Он семечек хочет. Я тоже так, если прыгну от тебя. Сразу завалю. Что ты прыгаешь? Давай руку. Сесть к вам. Да. Я реально хорошо подписываю. Я подготовил бойца. А ты боишься? Ну так, маленько. У него по себе усы длинные. Только так накручивай. Голосы опасные. Че? Вот последний раз. Да, да, нет, нет, и домой. Боец, боец, боец. Готов? Ты, гау. Опа! Сминул, нет. Сминул. Ну ладно. Ну его, его просто размяли. Да, ребята, это Черемшанка. Вы спросите, как мы тут в этой деревне оказались? А вот нас приютил наш друг. Привет. Я в Черемшанке. Я Черемшанский. Покажи свою машину. Осень разорвал все ядерный грим. Порой отлительный смех сменяется на крип. Это в детстве было. В далеком-далеком детстве. Короче, тут нет абсолютной связи. Просто вот. Да это не то, что интернета. Тут ни одной павочки нет. Мы вчера ходили в баньку. Банька топ. Вот помылись. До сходки остался час. Тут, в принципе, сейчас покушаем пельмени. Его мама нам приготовит пельмени вкусные. Люблю маму. Да. Что бы я делал без мамочки? И потом мы поедем на сходку. Ну вот так вот примерно выглядит эта деревня. О, еще одна машина. Да, да. Как будто бы деньги. Ее можно завести за 100 тысяч человек. Да. И поехать. Да, да. Без проблем. Мусор можно выпить. Короче, главный вопрос. У тебя есть горох тут? Да. Реально? Let's go. Let's go. Я обожаю горох. Кто любит горох, пишите плюс в комментарии. А тут такая вот собачка красивая. И кошка. Все съели, что ли? А ну дай его здесь съели. Нормально там. На, 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 на. Доза. Доза. Вот еще, прикинь. Ну такое. Что-то он может. Пойдет. Тут если постоять, тут можно найти. Можно найти, да. Да. Ребята, а почему говорят, что блогеры из Москвы? Ну я был в Москве. Ну просто был. А так родился в Иркутске. Передайте блогу привет. Привет. Можно попробовать. Не жарить тебе надо, они бявые какие-то. Мне их можно так не шахавать. У меня мама так шахавает, вот просто вот. О, петухи. Амчали к петухам. Давай экспресс-тест. Все мочки. Так, ну тут? Нет, ничего. Ладно. Петя петушок. Его прям Петя зовут. Это его курочки. Привет, ребята, привет. Кто у вас главный? Вон он, петух. Ого. А, типа это его курочки. Привет, ребята. Смотри, можем заснять лютый контент. Открыть их? Открыть. Я не убегу. О том, как ловить их? А вот это уже другое совсем вопрос. Вот петух, вот это интересно. Смотри, какой огромный. Вы в больнице работаете? Да. Там, в детском отделении, лежит девочка Лера. Ее хотела мама отпросить, она хотела сходить на встречу с тобой, но ее доктор не отпустила. И поэтому встреча придет к ней. Так, теперь вопрос к тебе. Что у тебя вот тут? Повернись. Пало. Самооценка. Понял, ты не вылаживай. Это она на телевизоре будет. Мама, ты в Ютубе? Это на телевизоре. Давайте мы к ней приедем, если ее не отпустили. Будет, я думаю, весело. У нас как будто не поездка, а вот чисто завод контента. Вот мы чисто производим вот. Нати контент. Нати, что? Еще надо? Нати. Приятного аппетита. Хорошо. Бон аппетит. Да, нам нужно развернуться. Смирел. Здравствуй, Саян. Мы сейчас приехали мимо. Народу просто тима. Вообще прям очень. Просто нереально много. Мы с музыкой подъезжаем. У меня тоже. Я вообще волнуюсь. Я волнуюсь очень сильно. Самое главное. Первый раз на таком минуте метить. Так я уже. У меня руки трясутся. У-у-у, контент. Прям очень много. Это прям очень много. Все, это начинается. Контент. Они на ходу. Народа много, да? Да, да. Народ. Я не хочу. Судя, у меня новая. Я не хочу. Я люблю. Народ. 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 А мы везде попадем? Да, попадете. Ура! Здрасте. Молодой человек, давайте сначала с нами пройдем. Переговорим. Вы видите? Да. Вы видите, что здесь? Очень много людей пришло. Вы видите, что устроили? Проезжая часть, дорога, вот по жизни. Видите, я говорю, видите, правильно, да. Идем и пишем. Скажи, пожалуйста, вот этот бардак весь. Такое невозможно, мне кажется. Вы видите, что творится или нет? Все нормально, правильно? С кем разговаривали? С Бородской. С Бородской. Мы два года назад то же самое проводили. Парни, с администрации мне звонят и говорят о том, что уведомления никакой не поступали. Я не знаю, чего у вас ставить. Парни, садми, 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 садми. Проще как будто их увезти в парк, отбалывающей дороги. Давайте просим туда. Давайте посмотрим возможность перехода на стадион, на городской. Вас пришло нереально много. Мы не ожидали, что столько много людей придет. Давайте так, смотрите. Если мы не будем соблюдать порядок, не будем наступать на газон, и во всем мы должны переместиться в другое место, потому что вы убегаете на дорогу. И это неправильно. Нельзя так делать. Контент пилится. Свободу проглопила. Скажи, пожалуйста, ты каким образом здесь вот это вот все устроил? Как я сделаю? Как это ты сделал? Ты же понимаешь, что это не санкционировано? Сейчас с отделкой едем. Вы же просто понимаете, что это не первый город. У нас таких толп, вот вы седьмой город. Это все решается заранее. Я перезвоню вам сейчас в маленькой зоне. Какие вы подарки там собрались раздавать? У нас три коробки с чипсами, шоколадки и попкор. А вот эти чипсы, они таким образом просто... А если я не травлю? Вы понимаете, что вы в каждом слое можете найти, до чего докопаться. А вдруг мы вообще плохие люди, да? А вдруг вы там отравите? А вдруг вы что-то еще... Сейчас приедем и привезем в город. Все, что вы мне обещали брать? Пошли. Сейчас решим вопросы все. Мы сами не ожидали такого наплыва детей. Они неуправляемы. Делилась эмоциями команда популярного в молодежной среде тиктокера Коли Прокопьева, который посетил Саянск и был смят толпой маленьких фанатов. Если вы никогда не видели круглое от напряжения глаза водителей, то это как раз тот случай. Куча детей на проезжей части, снующие по дороге, тот еще экстрим. 23 августа юные саянцы возрасте от 6 лет и старше ждали иркутского тиктокера Николая Прокопьева, который о своем визите сообщил фанатам в соцсетях, а вот власти города известить забыл. В результате толпа малолеток едва не затоптали друг друга, пытаясь дотянуться до звезды. По счастью, кульминации события не допустили, тиктокера забрали в полицейский участок. Дети любят Колю. Вы же любите Колю? Да! Итак, меня забирают в отделение, что было дальше. Дальше мы сидим минут 15, ждем непонятно кого. Потом приходит мужчина, если я не ошибаюсь, это его отдел полиции. Он говорит, ну что, Коля, пойдем наверх. Мы идем на второй этаж. Он говорит, ну что, Коля, сделаем фоточку. И мы, короче, с ним фотографируемся. Классный чувак на самом деле. Чувак, мужик, мужчина. И я ему говорю, а у вас сын, дочь, кто меня смотрит? Он говорит, у меня есть дочь, я на сходку не отпустил, потому что знал, что так и будет. Вот такая вот забавная история получилась. Мужик классный. Потом, короче, мы ждали еще каких-то людей, как оказалось, это люди с администрации города, люди, там, женщина с ПДН была, вот это челчей отдел, и еще там пару людей каких-то были. И мы обсуждали, что, куда нам дальше двигаться. Если я не приду, дети расстроятся. Некоторые приехали вообще с другого города, чтобы попасть на эту сходку. Сидели, разговаривали, они меня спрашивали, зачем я пришел, что я собрался делать, с какой целью. Так вот, объясню для тех, кто не шарит, потому что было очень много новостей, что я не согласовал сходку. Нет, все было согласовано, но только с мэром. Но, на самом деле, это неправильно, я должен был согласовать не только с мэром, но и с городом. После моей логики было, типа, если позвонил мэру, то он там все быстро согласует с городом. И они говорят, Коля, давай все, мы выделяем тебе огромный стадион. Я такой, ого, пишу ребятам в ТГ свой канал, кстати, следите за ним. Я там активнее всех веду свой лайфстайл, так что подпишитесь. Меня ссадят в тонированный мини-вэн. Мы едем, я, знаете, почувствовал себя какой-то суперзвездой. Мы едем, короче, подъезжаем к этому стадиону, двери открываются, я выхожу. Меня там встречают люди, мы проходим. И я смотрю, на стадионе ноль человек. Поворачиваю голову и там... Пару слов о сходе. У меня ноги болят. Вообще топ. Так, глянь, Киеве. Ищите ко мне. Коля топ. По-любому топ. Новый день! Новый день! Новый день! 23-я, 08-й, 23-я. Желаем тебе счастья, здоровья. И чтобы все мечты исполнялись. Когда подарки будут. Цели были выполнены. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Смотри, просто вот мы едем, а они там еще стоят, ждут. Еще едут. Позигналишь. Короче, сходка прошла нереально круто. Эмоций просто нет. Из-за того, что очень устал, не ел. Время уже 8 вечера. А ел я только утром пельмени. Как и пацаны. Да, эмоциональная усталость прям присутствует даже. Я выгораю прям очень. Но было нереально круто. Каким-то нам вывелись целый стадел. Сейчас мы подъехали в больницу. Вспомните, есть девочка, которая болеет, но она не смогла прийти на сходку и очень сильно плакала. Вот мы сейчас к ней подъехали. Все, блядь, есть? Да. Давайте сфоткаем вас. Давай. До свидания. Вот знаете, мир очень приятный. И у меня прикольно. Мне не сложно было. Они сейчас по-любому у них настроение там на пике. Я приехал в больницу, она болеет, она хотела бы идти на сходку. Так не приехал в больницу, сфотографировался. Это же вообще, это прям этот пал мозга. Если бы ко мне бы приехал Моркенштерн, то я бы, я бы вообще, я бы обоссался кипятком. Вот такая вот, короче, тема. Так что ты молодец. Это реально очень круто. Спасибо. Мы с ребятами в пар гулять. Прошел как бы уже день от сходки. Вот просто идем, девочка сидит вот. Говорит, я тебя целый день тут ждала, вот тебе подарок. А если бы я уехал? Прошли до танка, мы искали тебя, а потом пришли сюда. Ты меня сколько здесь ждешь? Ну, я в 12 пришла, уже час 56. Мы возле фонтана идем. Это Саянск. Саянск, я люблю тебя. Ты такой крутой, Николаю Прокопьеву. Мы тебя любим от Алены. Скажи привет. Здрасте, это я. Это Коля. Мы с вами сфотаться. Можно. Привет, привет, привет. Сделай ты тоже еще одну. Я сделаю. Да, я снимаю себя, это сел. Средят за нами. А что, испугались, да? А что следим-то? А когда они следили-то? Всегда следят. Сейчас к нам подошел парень и показывает свою руку. И у него просто вот так вот. Никита. Это, это кто такой? Йо, ребят, всем привет. Короче, мы поехали в Тулун. Ехали до Тулуна с города Саянска два часа. И просто карта нам показывает. Вот ездите вот по такому маршруту. Получается, вот, мне сейчас вот так вот. И вот чуть-чуть правее надо поехать. Получается, мы сейчас едем чуть-чуть правее. Мы выезжаем сюда. Но главный прикол тут как бы. Как вот ты тут проедешь? О, гуси. Офигеть, в болоте гуси. Смотрите. Ё-моё. Смотрите, лебеди. Или что это вообще такое? Офигеть. А что мы разорались? А что мы разорались? Вы вообще в болоте. Почему они такие белые, они живут в болоте? Да успокойтесь, вы тоже дорогу не можете найти? Может, вы подскажите, как проехать? А, вон там, дорога типа? В какую сторону? В ту лифту? Куда? Короче, они, походу, не знают. Ну ладно, ребят. Спасибо, что подсказали. Нам обратно вот это все, что мы ехали, обратно. Короче, водитель нас повел по другой дороге. Мы уехали. Ехали минут 20. Просто гляньте. Ну как бы. Пошли без вариантов тут. Еще вся тачка. Капни. У нас сходка через 10 минут. Тулун, простите. Ну все, мы заехали. Еле-еле просто заехали. Это полная жесть. Попытки четвертой и пятой. Когда машина была на Муси, где-то в горку. Итак, мы подъехали. Наконец-то. Просто. Мы еще по пути заехали на заправку. Короче, вот. Мы же приехали. Давай дверь идти. Что, пацаны, поможешь себе, короче? Давай. Ты закрыл, да, машину? Здравствуйте, как дела? Что-то вы опоздали. Немножечко. А я тоже вас ждал. На самом деле, в машине, пока я ехал. Здравствуйте, я поймал твою плясу. На тебе подарочек. Привет! 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 Это подарок, Лайк. Привет! Какая классная! Привет! Это подарок, Лайк. Это подарок, Лайк. Привет! Останец. Ты меня смешаешь? Нет, это самец. Беста. Я не знаю, что это. Субтитры сделал DimaTorzok